Всем привет! На сегодняшний день можно увидеть на многих сайтах различные гивэй, на которых раздаются малоизвестные и небольшие игры. Со временем у меня таких игр накопилось уже порядком, и я решил запустить новую рубрику на канале под названием GIF-обзор, в которой и буду смотреть, что они из себя представляют. Вполне возможно, что среди всего этого обилия найдутся стоящие проекты, которые можно будет взять для прохождения на стримах. Что ж, не буду задерживать, давайте приступим. Первая игра, о которой пойдет речь, называется 10 Second Ninja X. Она была выпущена в 2016 году для консолей и персональных компьютеров. Жанр игры представляет собой пазл-платформер с видом сбоку. Вы выступаете в роли ниндзя, у которого есть всего 10 секунд на то, чтобы одолеть всех противников на карте. Сюжет игры повествует о том, как свирепый капитан Большеборот крадет лесных животных вместе с вами на своих коварных планов. Эта история мне напоминает игры про Соника с аналогичным сценарием, да и сам главный герой похож на доктора Эггбана, управляющего схожим средством передвижения. Ваша цель пройти все игровые эпизоды, каждый из которых включает в себя по 10 подуровней, которые будут усложняться с каждым разом все больше и больше. Чем быстрее вы расправляетесь с врагами, тем больше шансов получить 2 или 3 звезды за прохождение, что впоследствии позволяет открывать новые уровни. В качестве оружия вам выдается меч и по 3 сюрикена на каждый этап. По пути вам будут попадаться разные персонажи, тоже каким-то образом попавшие на корабль. Кстати, диалоги проходят весьма забавно, речь представляет собой просто набор непонятных звуков. За то время, что я успел поиграть, мне встретилась девочка с мини-игрой на внимание, в которой можно выиграть жетоны, и парень-монтер, который зачем-то отключает и включает генератор. Также в игре можно собирать части диска с видеоигрой. Спойлерить не буду, если захотите, можете попробовать поиграть и узнать, что в ней. В целом, игра выглядит красочно и динамично. Отмечу также хорошее музыкальное сопровождение. Если вам нравятся подобные платформеры, вы обладаете терпением и хотите скоротать пару-тройку вечеров, то думаю, она без труда справится с этой задачей. Следующая игра немного создает контраст с предыдущей. Почему? Сейчас вы сами увидите. Air Wars вышла в июле 2020 года и представляет собой сайдскролл-шутер, где вы, взяв на себя управление вертолета, должны будете долететь до своей базы, облетая по пути препятствия в виде проносящихся мимо горных пород и расстреливая врагов, пытающихся повредить целостность вашего летающего судна. По мере прохождения скорость будет понемногу нарастать, а враги меняться. Хищные пчелы, ракеты с лазерами, бомбы, динамит – все это направлено на то, чтобы уничтожить вас. Восстановить здоровье нельзя. Если вы проигрываете, то начинаете все заново. Единственное, что не представляет угрозы, так это воздушные шарики, которые, вероятно, нужно собирать просто для количества, так как применения им за время игры я не нашел. Кстати, за такой сбор вы будете видеть полученные достижения, если у вас эта игра есть в стиме. Чтобы прилететь один уровень, у вас идет примерно минут 5, а это довольно немало для такого рода аркадных приключений. Визуальная игра смотрится неплохо, даже музыка на каждом уровне разная. Если рассматривать с позиции небольших флэш-игр, в которых очень даже немало можно отыскать на различных сайтах, то, вероятно, Air Wars пишется туда как нельзя кстати. А играть в нее или не играть – уже решать вам. Если кто-то соскучился по классическим танкам, выходившим уже более 30 лет назад на Nintendo, то вот вам новая версия 2200 года, под названием Battle Village. Кстати, на того самого родоначальника 1985 года я тоже делал обзор в своем выпуске про 7 игр с многоигровок для Дэнди. Найти это видео вы сможете заглянув на канал или перейдя по ссылке в подсказке сверху. Итак, давайте посмотрим, что же из себя представляет новый аркадный шутер про танковые баталии. Боевая техника здесь приобрела уже более современный вид, так же как и дизайн самих уровней, а вот цель игры осталась прежней. Ваша задача уничтожить всю вражескую технику и охранять штаб от любых попыток разрушить его. В борьбе за победу вам будут помогать различные улучшения, появляющиеся в разных частях карты. Некоторые из них дают возможность передвигаться по воде, останавливать на время или подрывать боевые единицы противника, улучшать ваш танк, становиться неуязвимым или укреплять защиту вашего штаба. Если вы погибаете, то теряете все снаряжение, а если разрушают штаб, то проигрываете раунд. Достигнутый прогресс сохраняется, поэтому вы можете в любой момент начать игру с того места, где остановились. Из того, что явно отличается от классической версии, так это сами улучшения и разновидности танков. Теперь есть танки, пробивающие любые блоки в конце каждого уровня. А также, к примеру, скольжение по снегу, которое дает вам возможность маневрировать по нему прямо на скорости. Подводя итог, скажу так. Если кому-то хочется поиграть в схожую с Battle City игру, или вы просто поклонник такого жанра, то можете попробовать эту версию. Вполне возможно, что в ней вы найдете что-то интересное для себя. И вот перед вами финальная игра сегодняшнего выпуска, под названием Алхимания. Появилась она совсем недавно. Дата релиза была 2 октября 2020 года. Пиксельный платформер наполнен атмосферой старых готических замков, где вы в роли алхимика отправляетесь на поиск потерянных по всему замку ингредиентов, а точнее сосудов с жидкостью, которые необходимо будет собирать. Геймплей потребует от вас всего вашего внимания и реакции, так как главный герой буквально без остановки несется по комнатам, наполненным исчезающими плитами, платформами и шипами, которые нужно будет миновать, нажимая вовремя прыжок. После того, как вы соберете все сосуды, на экране появится портал на следующий уровень, до которого останется только добраться. Помимо этого будут попадаться еще и драгоценные камни, за которые даются достижения, по крайней мере в стимовской версии. Дизайн игры выполнен отлично, а звуковое сопровождение удачно вписывается в окружающую обстановку. Все 35 уровней игрового сюжета я прошел со второго раза. Смысл алхимании заключается еще и в том, чтобы в конце игры было как можно меньшее количество смертей. У меня их набралось 91. Даже не сомневаюсь, что у кого-то из вас получится пройти ее лучшее, или совсем без смертей. На этом первый выпуск подходит к концу, и я хочу поблагодарить всех за просмотр. Понравилось ли вам что-то из того, что было в этом обзоре? Пишите в комментариях. Если вы хотите увидеть прохождение одной из этих игр, или каких-то других, заходите в группу ВКонтакте, и оставляйте свои пожелания в теме реквестов. А также не забывайте ставить лайки, подписываться и заглядывать на прямые трансляции. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok